Здравствуйте, меня зовут Сергей Грошев, и вот думаю, как представиться, да, получается. С одной стороны, я руководитель ревизионного союза сельхозкооперативов, это одна сторона моей жизни. С другой стороны, руководитель потребительского кооператива, другая сторона моей жизни, вот колхоз снаб, значочек. Думаю, ну какое отношение я к этому значочку имею, да, вот словно это люди, которые делали еду в столовой, да, вот, имеют отношение к этому значку, и под вот этим неким брендом колхоз снаб, скажем, подразумевается какая-то сущность, и был хороший повар, хорошая сущность. То есть ушел повар, значок тот же, а сущность другая. Ну вот о сущностях я, наверное, речь поведу, да, вот, скажем, я человек со своим мировоззрением, со своими представлениями. Последнее время я стал представляться как Сергей Иванович Грошев, самопровозглашенный эксперт по вопросам кооперации, социального моделирования и проектирования будущего. Ну пусть так будет. Вот. То есть есть человек, есть мнение, есть другие люди, есть мнение. А мы живем в мире вот неких таких сущностей, которые не представляют из себя человека, а представляют объединение людей и накладывают отпечаток на все, что конкретно человек делает, но как-то сразу приобщается к этому вот названию коллективной какой-то сущности. И вот это очень важно, разобраться с этим и понять, что каждый из нас самостоятельный человек со самостоятельным мнением, самостоятельной волей. И эта воля и эта свобода являются высшей ценностью, высшим даром Всевышнего для нас. И надо к этой сущности вернуться от вот того многообразия, многообразия напложенного, нарисованного, искусственно созданного, да, и вернуться вот к этому целостному состоянию, вернуться к состоянию счастья. Ну и постараюсь как-то попробовать за час рассказать об этом. Еще одна коллективная такая, не знаю, сущность, да, получается, концептуально-оперативное движение «Согласие 2045». Ну о чем речь? Просто я, еще несколько человек собрались и вместе подумали, а как бы нам хотелось жить в 45-м году и какая будет планета в это время. И мы нарисовали некий свой коллективный образ, да, и решили, что попасть в это коллективное наше будущее, мы можем только путем согласия. Ну и вот такое движение родилось вообще, чтобы и действие какое-то было видно в названии, и замысел какой-то был виден. Ну вот, есть вот так вот название. И сейчас попробую рассказать об этом. Мы начали ставить себе вопрос вообще, для чего мы на этой земле, для чего я на этой земле, для чего мы вместе на этой земле. Очень сложно ответить. Как-то родилась мысль попробовать решить этот вопрос через представление о человечестве и о себе, как о многоклеточном организме, и как каждый из нас — это клетка с определенными задачами, функциями, и у организма такая функция есть. И эти организмы тоже там представлены в мироздании, в преемственности поколений. Ну, в общем, такой постулат, да, что мы — клетки единого организма. И вот отвечаем на этот вопрос, да, какая цель существования. Мы так вот потихонечку накапливаем какое-то знание о том, что это наше мнение, да, что цель самопроизводства получается. Если мы умираем, то всё, дальше развитие прекратилось. Развитие, потому что мир меняется, и мы должны меняться, развиваться. Самосовершенствование, тоже подстраивание под внешнюю среду и под внутренние какие-то наши движущиеся силы. Через творчество это реализуется. Радость, счастье, гармония сопровождают этот процесс, и мы самопознаём себя и самопознаём великий замысел. Вот получается, целое, разделённое на части, через взгляд каждой части друг на друга, обретает представление о целостности. Ну, условно, мы такую поставили цель, и потом начали вот уже устаревшая часть моей презентации искать, ну, условно, факторы, которые нам мешают к этой цели двигаться. Хотя на сегодня я уже понимаю, что это факторы, которые помогают нам к этой цели двигаться. Но уже получается, что ещё недоделанная презентация уже устарела, поэтому я буду показывать эволюцию нашего представления о себе. Вот факторы, которые как бы нам мешают идти к цели, а на самом деле помогают. Ну, с нашей точки зрения, мы познаём через это истинные и целостные вещи. Это алкоголь, это всё получается у нас. Я так картинки покажу, там отравленная еда. Это раздражает, это заставляет задуматься. Ну, в принципе, из состояния войны мы уже поняли, что надо выходить, то что не бороться с этим, а рядом строить нечто новое. Да, там вот колбаса, которую мы едим, пальмовое масло. Я постараюсь тут долго не останавливаться. Мы все уже знаем, сколько там этого всего в нашей жизни существует. Вот на 16-й год, я знаю данные, миллион тонн пальмового масла в Россию завезено. Это, если разделить на 150 миллионов человек, получается, что это больше 7 килограммов на человека. Это только чистого пальмового масла завозится, с учётом младенцев, стариков. А сколько завозится под видом сыров, этого вот продукта, который уже на Первом канале канцерогеном назвали. И это мы всё каждый день едим. Сегодня пойдём куда-нибудь обедать, обязательно наедимся, каждый граммов по 20-30 выпечки съест. Вот. Ну, современное сельское хозяйство, да, тоже вот. От простого идёт к сложному, где корень ложь, да, то есть всё усложняется, усложняется. И вот современные интенсивные технологии, с одной стороны, да, много, с другой стороны, потом надо лечиться или умирать на 50 лет раньше, чем могли бы. Это вот современное интенсивное садоводство. Даже у многих людей взгляд на эти яблоньки, сливы, игрушки вызывает, ну, чувство так, то есть не радости, по крайней мере. То есть когда в магазине покупаешь, как-то это яблочко, но когда видишь, как оно растёт, ну, вроде понятно, что это не по законам Бога-то окажется. Вот. А с учётом того, что это всё ещё и 3 года хранится, и напичкана химией, как изнутри, через гидропонику, как и снаружи, через потом обработку сверху, чтобы была защита. Ну, и оно не пропадает, сами видели. Ну, и потом и мы тоже на кладбищах лишим по 25 лет, целенькие, как в мавзолее. Вот. Это глифосаты тоже. Ну, кто-то сейчас будет меня сразу обвинять, там, это всё антинаучно. Ну, антинаучно, пожалуйста, пейте дальше свои глифосаты. Я просто в стороночку стараюсь сейчас уже отходить от вот этого всего процесса и ни с кем не воевать. Если есть люди, которые радостные, что вот через эти технологии мы накормим весь мир, то я уже просто перестал есть всё, что мне стало неинтересно, да. А вон крыски, там, научный это опыт или не научный, но даже маленькая доля вероятности того, что продукты, выращенные на глифосатах, вызывают у потомства бесплодие и рак, достаточно для того, чтобы усомниться, а надо ли мне лично это, да. Это пластиковая посуда, которая, ну, вот, скажем, допустим, пиво в пластиковой бутылке выделяется, такой хороший очень дебутилфталат, яд. И чем дольше это всё стоит, тем больше то яда выделяется. Ну, и даже когда бутылка с водой, тоже, наверное, что-то происходит подобное, поэтому у меня лично есть повод задуматься, а могу ли я как-то организоваться без пластика, да, в своей жизни, не борясь с ним. Если кто-то рад тому, что очень удобно, тебе не надо мыть посуду, да, и можно после себя шлейф такой поколением оставлять, пусть пока оставляет, это его выбор. Мы попытаемся, познав этот фактор, решить в отношении этого фактора, что можем сделать мы, или я лично там, если никто не присоединится. Вот это строительные материалы, и та таблица Менделеева, которая выделяется у каждого из нас от линолеума, ламината, окошечек, тоже не самые лучшие продукты для биологии человека. Это диоксины. Вот любая сейчас органическая деятельность, да, под угрозой, потому что вот эта гадость в атмосферу выбрасывается при сгорании пластиков, летит на сотни километров, потом экологическая корова в экологическом регионе или экологическая пчелка все это собирает, и защиты от этого в принципе нету, да. То есть сам механизм существования человечества вот в этой матрице, да, там куча пластика, да, и куча сожженного пластика не позволяет нам уйти от этой опасности. Вот я сейчас был на конференции Interorganic 2017, там были международные эксперты из Европы, и говорят, наше зерно бракуется европейскими стандартами, потому что содержит следы бромистого метила. Нам в России бромистым метилом надо в обязательном порядке обрабатывать склады для хранения зерна, потому что это наши стандарты предусматривают, а содержание этого вещества по европейским стандартам, ну, неприемлемо, да, допустим, вот ситуация, что нас окружает, да и бороться с этим практически мы не можем, но мы можем для себя поставить стандарты выращивания зерна и чистую операцию в том числе эти вопросы решать. Ну, я пока вот факторы показываю, да, там медицина у нас понятно, какая прививки, вот статистика, что мыши, которым создали условия для питания, для размножения, то есть идеальное условие такое, мышиный рай, 25 раз эксперимент повторялся и 25 раз вон сверху график, они вымирали, то есть получается, что одним хлебом единым нельзя жить, да, то есть получается, тут и вопрос искученности, наверное, да, что на очень узкой территории, даже если накормили, напоили, нет стимулов для размножения. Сложный вопрос, конечно, получается, и тут может быть фактор отсутствия давлений, там кошек нету и так далее, может быть это, ну, по крайней мере люди живут в таких же условиях и тоже можно задуматься, а не вымрем ли мы тоже подобно этим мышам в этих городах вот при такой скучности, при такой вот, ну, вроде накормленной, напоенной, да, но наши дома, это похоже на такие маленькие клетки с кормушками и поилками, да, то есть я вот уже немножко комментариев у меня есть к этой презентации, это антинаучно, там, это все неправда, этот эксперимент придумал, ну, ради бога, я просто выражаю свою точку зрения, мне кажется, что вот я лично откликаюсь на то, что вот в этих уже клетках мне неинтересно стало жить, у меня стоит пустая двух, там, девятиэтажный дом, и я даже не хочу эту квартиру сыну оставлять, потому что мне уже на землю потянуло, это мой личный выбор, я выступаю от своего имени, кто не согласен, пожалуйста, продолжает эту игру. Вот, вот сверху эта карта кредитов Российской Федерации, а снизу карта самоубийств, ну, и так вот немножко даже перекликается, да, что связь есть, где больше всего кредитов, где больше всего самоубийств, а закредитованность на сегодня уже 75 тысяч на человека, это я пока говорю о том, что вот, что вокруг нас и что вокруг меня, и насколько это все надоело уже, да, вот в этом мире жить, вот то, что мы видим по телевизору, то, что там мы видим, как человек, в принципе, опять возвращается вот к этому состоянию, то есть, ну, дальше тоже такая еще часть вроде из состояния войны, а кто нам мешает, кто нам не дает, да, хотя я уже понимаю, что сам я себе мешаю, сам себе не даю, ну, ладно, уж пробежимся, раз сделана работа какая-то, это корпорации транснациональные, выборка, то есть есть сайт Yahoo Finance, я могу зайти, любой из вас может зайти и посмотреть, к кому принадлежит там компания та или иная, ну, и вот, скажем, получается наверху картиночки компании, там и банки, которые печатают деньги, там и средства массовой информации, там и все средства коммуникации, Apple, Facebook и так далее, и так далее, и Coca-Cola, и Pepsi-Cola, и McDonald's, то есть, в принципе, все это единая организация, у которой учредители одни и те же, то есть получается, что компания там Vanguard, допустим, имеет в каждой из этих организаций по 6-7 процентов, компания там State Street имеет тоже там по 3-4 процента, соответственно, когда идет речь о выборе совета директоров и определении политики любой из этих компаний, решения принимают в принципе не абстрактные некие сущности в виде корпорации, а какие-то люди, которые стоят за этими корпорациями, и эти люди не мы с вами, да. Там дальше посмотрим, ну, это вот, к примеру, дальше, что пошло, какой-нибудь Time Warner является владельцем и CNN, и Disney канала, соответственно, когда, к примеру, если мы говорим об экономике, да, то условно для того, чтобы продать бутылочку какой-нибудь жидкости темной, да, не надо там только рекламой заниматься, то есть можно заниматься, ну, бессознательной рекламой. Наши дети смотрят мультик про кого-то, Spongebob, да, получается, и там на поколение же заложено то, что они будут есть и пить, правильно, вот через этот механизм. И с этим механизмом мы не сможем бороться с теми средствами, которыми мы думаем, там, через экономику нашу, то есть это надо уже бороться через мировоззрение, через смену стереотипов поведения. Ну, это тоже приблизительно, как устроен мир, корпорации, там, под каждой другие корпорации. Так, картинки покажу. Ну, самое главное вот это, да, что за любой корпорацией стоят люди, которые принимают решения, а в конечном итоге суть, получается, вопроса в том, что моя воля подчинена воле какого-то другого человека. И вот когда ситуация такая, что все мы вместе в одном помещении, в одном месте, и один человек к другому подходит и говорит, ты должен жить так, то, имея собственное мнение, собственное мировоззрение, любой из вас может не сказать, нет, у меня есть свое мнение. Но поскольку теперь вот это мнение одного человека другому навязывается не через я человек и ты человек, где все понятно, а через то, что я человек подчинен государству, я человек подчинен там правилам каким-то, да, то есть, получается, на самом-то деле все упирается в то, что воля одних подчинена воле других. А хотелось бы говорить о том, что каждый свободен, каждый волен принимать решения, то, что он хочет делать. Единственный закон и единственный критерий относиться к другим так, как ты хотел, чтобы другие относились к тебе, и чтобы воля этого человека, да, скажем, конкретного, который принял вот такую политику, назначил такого менеджера, этот менеджер какие-то вещества положил вот туда-то, для того-то, да, скажем, чтобы ну, его воля и моя воля не пересекались. Если он это хочет делать, и есть люди, которые готовы в этой матрице жить, им это интересно, то, пожалуйста. Но если я не хочу, то у меня есть возможность отойти в стороночку, может быть, на землю, может быть, в другой город, может быть, в другую какую-то структуру там создать экономическую или даже государственную, там, не знаю. Но, по крайней мере, я не хочу с этими людьми воевать, конкурировать, но мне бы очень хотелось, чтобы их воля и моя воля не пересекались, то есть то, что нравится им, да, к примеру, скажем, поить меня из пластиковых там стаканчиков, да, к примеру, и кормить какой-нибудь там генно-модифицированной свининой, да, скажем, то я бы, если, ну, имел возможность как-то без их воли осуществить свою волю, да, и если в одиночку где-то не подвластно, то объединившись с такими же мирными людьми, руководствующимися другими уже принципами, другими ценностями. Ну, это понятно, что дальше, как им удается, допустим, волю свою транслировать, да, к примеру, есть государственный долг, который страны не друг другу должны, а вот двум организациям, там, Международный банк развития, Международный валютный фонд, а эти организации, соответственно, подчинены банкам, а эти банки опять получаются этим корпорациям, и опять получается воля одного человека диктует, ну, практически всей планете, ну, не одного человека, а группе лиц, объединенных общими, там, тоже ценностями, общими принципами, и все остальные, в принципе, вынуждены подчиняться, но это наш добровольный выбор, мы сюда залезли, нам это нравится, и мы отсюда уходить не собираемся или не собирались. Ну, уже узнав все это, поняв, надо понять, что эти люди нас будят, эти люди показывают нам, как мир может быть устроен, а мы думаем, а может быть, есть другое решение, может быть, можно жить по-другому. Ну, вот это судный процент, об этом уже много говорили, зелененький график, это как растет любое растение, человек, экономика, которая, ну, построена на принципах, скажем, натуральных, а красненькие, вот эти графики, это экспоненты, они показывают, как растет судный процент, и никакая реальная экономика никогда в жизни не угонится за экономикой финансовой, растущей по экспоненте, это надо понимать, это чистая математика, и мы из этой, ну, не вырвемся ситуации, если будем мыслить, что надо больше денег заработать, больше денег заработает тот, кто их печатает, это надо понять, что у кого-то есть право эмиссии, и это право эмиссии даже не у государства США, а у федеральной резервной системы, принадлежащей банкам практически, 12, а банки принадлежат конкретным людям, поэтому мы конкретные люди, никогда с этими конкретными людьми в их правилах не победим, у них всегда из кармана можно вытащить джокер, а мы будем пытаться заработать что-то. Ну, система международных расчетов, понятно, кому принадлежит тоже, да, система, скажем там, финансирования разных мероприятий, тоже это все уже не очень интересно, там то, что кому принадлежит, это все мы, в общем-то, знаем, да, то есть вопрос, что нам делать, то есть это как нами управляют, можно показать, да, что тоже через то, что определенным людям принадлежат определенные средства массовой информации, определенный контент оттуда транслируется, и у нас возникает в соответствии с этим контентом соответствующие реакции, и эти реакции управляемые, то есть это специально делается что-то для того, чтобы нас разделять, натравливать друг на друга, да, формировать чувство ущербности, чувство вины, и дальше получается нам уже наши реакции запрограммированы, запрогнозированы, но надо это тоже понять и понять, что эти люди, в принципе, наши учителя, они нам помогают проснуться, вспомнить о своей сути, вспомнить о том, что мы тоже есть люди со своим достоинством, и мы тоже вправе сделать что-то не разрушая, а созидая, ну, я на всех не буду останавливаться слайдов больше, хочется поговорить о том, что делать, чем то, что есть, то есть это уже нам большинству понятно, здесь собрались люди, которые знают, как устроен мир, которые знакомы с определенной информацией, вот, пример про ламехузу, это животное, которое живет с муравьями, выделяет нечто подобное алкоголю, муравьи принимают и позволяют личинкам ламехузы поедать личинок муравьев, муравьи делаются безвольными, ну, это как бы пример того, что вот алкоголь, его функции, да, в обществе, покорность, да, там, скажем, отсутствие собственного мнения, ну, и пример, как вот, допустим, одни там люди с определенными целями могут управлять другими людьми, да, то есть нас надо просто сделать безвольными, вялыми, неверящими в себя, слабенькими, да, то есть вот в наши экономические, ну, даже не экономические, то есть, как пример происходит, воля одних людей навязывается другим. В наши структуры, которые мы считаем своими, внедряются консультанты, которые пишут законы, инструкции, да, там, нормы, которые направлены на то, чтобы экономика нашей страны, соответственно, люди нашей страны были подчинены экономике другой страны или других стран, или корпораций и в конечном итоге другим людям. То есть воля одних навязывается другим через экономические механизмы, то есть нам создали определенный проект, вот я говорил, бромистый метил, да, он у нас есть, а у них нету, да, к примеру, ну и так далее, у них НДС нету, а у нас есть НДС, соответственно, получается, экономика нашей страны уже немножечко по рукам и ногам спутана, ну, допустим, система образования, это уже определенные люди, нам, моим детям, вашим детям пытаются навязать определенные ценности, что нет русского языка, есть российский язык, да, к примеру, ну, это их право, их воля, да, то есть, если они создали такую систему, что в их школе будет это, то мы можем создать свою систему, потому что они создали такую матрицу, в которой и мы имеем тоже права, мы можем открыть частую школу, кооперативную частую школу и учиться там, ну, по, можно сказать, другим учебникам, вот, это, помните, да, такое высказывание, что недостатком советской системы образования было то, что она формировала человека-творца, а задача формировать человека-потребителя, кто этот человек, вот это ламехуза, которая впрыскивает свой яд в наше создание, да, скажем, из наших детей делают послушное, вот это вот, а вот это пример того, это 1895 год, картина «Устный счет» там в сельской школе, и вот на картине, если вы посмотрите, там будет 10 в квадрате плюс 11 в квадрате плюс 12 в квадрате, вот кто-нибудь сейчас, если сразу решит, представьте уровень детской школы, 1895 год, да, а наша школа сейчас, о чем идет речь, да, ну, то есть, это все политика, это, поверьте, что воля одного человека или группы лиц навязывает волю другим лицам через какие-то определенные механизмы, вот, признаки колонии читаем, засилие иностранного капитала, засилие импорта, экспорт ресурсов, выплаты метрополии, внешнее управление через местных набобов, культурное влияние метрополии, берем Индию, берем Китай, да, там, соответствующих периодов, берем, допустим, Россию, компании, которые владеют нашими компаниями, ну, по крайней мере, рынок напитков на 90% где-то по оценкам принадлежит пепси, коле и кока-коле, включая молоко, да, то есть, соответственно, те товарищи, которые владеют через систему, там, институциональных инвесторов этой компании и конкретные люди, которые принимают решение, которое спускается до самого низа, в том числе, допустим, применение пальмового масла в продукции или стандарты, устанавливающие требования к натуральному молоку, да, то в конечном итоге они определенным интересам подчинены, вот видите линейки, которые мы все кушаем, да, скажем, то есть просто надо понять, что это, ну, кто-то свои интересы осуществляет, в колониальной стране не должно быть собственного производства, все производство и все кадры и вся финансовая система в метрополии находится, вот, система выкачки ресурсов из колонии, допустим, нефть там или, ну, вот нефть, если взять, мы ее даже не за доллары продаем, да, к примеру, то есть мы ее продаем за трейджерис, трейджерис это облигации, по которой мы получим еще больше долларов через 30 лет, то есть сегодня мы отдали нефть, через 30 лет мы за нефть должны получить, ну, допустим, там миллион долларов, да, через 30 лет, ну, или там через 20 лет, да, там, ну, сегодня эта нефть бы стоила миллионы, мы на нее купили бы оборудование и технологии, да, но мы его не покупаем, мы покупаем трейджерис, то есть бумагу, на которую ничего нельзя купить, но по этой бумаге, как через 30 лет, у нас будет не миллион долларов, а миллион сто долларов. Ну вот приблизительно схема, что нефть отдали, получили бумажку, которую положили в Центробанк, а денег мы напечатать можем в России не больше, чем у нас есть золотовалютных резервов. Тоже подчиненность колонии получается. Управление в интересах через местные элиты. Ну понятно, есть элиты у нас, которые живут хорошо, ездят на дорогих машинах, но их задача-то в принципе по-хорошему выкачивать ресурсы отсюда и держать людей в подчинении и в определенной матрице экономического поведения в интересах. Цитата американского политического деятеля. Одна из главных проблем России, ее центральный банк, российские экономисты, это по существу агенты Запада, представляет большую угрозу суверитету России, чем экономические санкции, американские военные базы вместе взятые. Действительно так, если нам негде работать, то мы или будем пить, курить и веселиться, или умрем от голода. Экспорт ресурсов, тоже понятно, скажем, что колония отдает туда зерно в непереработанном виде, нефть в непереработанном виде, а в США, допустим, разливается масло шелтом и так далее, и это уже продается в 10 раз дороже, чем первичное сырье, или в Европе сейчас вот потребность в органическом зелье, зерне, мне человек рассказывал, что она оценивается десятками тысяч тонн, если не сотнями тысяч тонн. И рынок органических продуктов в Европе растет каждый год, по-моему, на 10 миллиардов долларов. То есть мы здесь выращиваем сырье, к примеру, поставляем, там делается продукт, и нам уже продается. Ну, это вот тоже механизмы, что люди одной территории принадлежности к одной общности цивилизационной живут лучше, чем люди, принадлежащие к другой территории цивилизационной общности. Культурное влияние митрополии. Тоже понятно, что хочешь победить противника, воспитай его детей. То есть сделай их своими, со своими ценностями, со своими мыслями. Ну, это тоже Бжезинского цитата известная. Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах расти за счет России. Но тоже все не так. То есть эти товарищи показали нам вторую грань существования. То есть если мы в СССР многие совершенно и даже не задумались о том, что мы живем при коммунизме в отношении квартир, образования и медицины, мы это не ценили, мы это сами, в общем-то, разрушили, нам это было неинтересно. То через вот этот механизм они показали, что, ну, кое-что в СССР было неплохо. И через вот то, что мы сейчас увидели за эти 25 лет или больше лет, да, то есть мы увидели, что и в капитализме кое-что неплохо есть, да. И вот, получается, через познание того, что было, познание того, что есть, мы переходим к познанию того, что будет. Это все урок, да, то есть это все... Ну, тоже, я не буду сейчас останавливаться на доктринах там всяких, да, там, ну, вот этих вещах, там, заговоры, не заговоры, там, было это, не было. Там есть, там, агентство, Совет национальной безопасности США, то есть это документ вроде как официальный от 8 августа, там, 48-го года, то есть цели в отношении СССР, как будем разрушать, как будем, там, развращать. Ну, в общем, вопрос, давайте, что нам делать, да, так скажем. Дальше так жить неинтересно, вот просто неинтересно, да, скучно стало. То есть на это все же насмотрелись многие, что делать, что будем делать. Суверенитет, вот Владимир Владимирович о нем говорит, это хорошие слова, как бы кто ни относился к нашему президенту, да, с точки зрения того, что у нас нет войны, это уже очень хорошо. Слова звучат правильные тоже очень хорошо, да. А вопрос, что один человек, вы сами знаете, кто управляет фирмами, да, к примеру, какой бы вы хороший не были, но если у вас подчинение люди, которые не поддерживают вас или мешают вам, вы ничего не сделаете, да. Поэтому тоже давайте сейчас не валить все на президента, потому что у меня очень много откликов было здесь, что вот, там, та позиция, не та позиция. То есть делается все правильно, с моей точки зрения, да, вопрос, что не в нем, а в нас, да, к примеру. То есть мы сами творцы своей судьбы и сами отвечаем за будущее своих детей. Вот пример Махатмы Ганди, да, то есть без единого выстрела, без войны какой бы то ни было, Индия освободилась от колониальной оккупации Великобритании. Они перестали есть колониальные продукты, работать на колонизаторов, ходили там за 3-9 земель за солью, сам Махат маткал, да, и вот эта вот политика сатиографии, не покупать, не работать, не противление, то есть мирным путем цивилизация, ну, в общем, вышла из подчинения. Ну, вот интересный график, посмотрите, скажем, Россия в 18-м году, 1918, да, численность, ну, вот в Индии приблизительно в два раза больше людей было, да, и вот 2013 год данный, ну, потребление алкоголя, сколько в Индии потребляют и какая численность, и сколько у нас, да, вот тоже, получается, интересные цифры. Вот, теперь вопрос, что есть такая, говорят, это настольная книга Путина, не знаю, правда, нет, стратегия без тактики, медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это суета перед поражением, это Суньцзы, искусство войны, да, и прежде чем выработать собственную стратегию, надо знать стратегию противника. Ну, в принципе, стратегию не противника, а учителя, да, нашего, мы видим, то есть они через вот эти механизмы, там, свое образование подчинили, там, цивилизационные принципы свои нам навязывают, экономику свою, то есть стратегия уже более-менее их понятна. Вопрос, есть ли у нас стратегия? То есть обычно призывы такие, что пойти, там, выгнать кого-то, уничтожить кого-то, победить кого-то, да, ну, это не стратегия, это, скажем, ну, разрушение, это не созидание, мы ничего не построим, разрушаем, мы поломаем то, что есть. Поэтому, допустим, сегодняшний мир, он далеко не идеален, но те, кто призывает его разрушить, да, скажем, это люди, которые, ну, ведут нас к погибели, скажем, да, то есть это дорога смерти, а у нас должна быть дорога жизни, у нас должен быть просто путь, как выходить и куда мы вообще хотим идти, это тоже очень важный путь. Вот вопрос, что сейчас нужна не тактика, то есть мы суетимся, каждый на своем месте что-то делает, но это действительно тактика, да, то есть это какие-то попытки, кто-то мед пытается натуральный сделать, кто-то там пытается кооператив создать, но у нас нет единой цивилизационной стратегии, у нас нет вот этого понимания. Вот, что такое управление надо понять, да, это очень важный вопрос, потому что управление это фундаментальный вопрос человеческой жизни, кто управляет моей жизнью, если это управление, да, и управляю ли я чем-то, да, сам непосредственно, и что я могу сделать. Мы знаем на сегодня о том, что есть три вида власти, там, законодательная, исполнительная и судебная, да, и вот это тоже получается уже первая абстракция, что нету никакой такой власти, то есть там есть судьи, которые принимают конкретные решения, причем по одному и тому же прецеденту разные судьи, могут принять разные решения, я юрист, я очень много сужусь, и есть судьи, которые, я знаю, руководствуют совестью, да, к примеру, и они принимают одни решения, есть судьи, которые руководствуются, ну, другими совсем мотивами, и принимают другие решения, и это вообще никак нельзя назвать судебной властью и все обобщить, да, и вот получается, что, скажем, и то же самое в правительстве, я знаю разных людей, я знаю очень порядочных министров, там, и, там, заместителей, допустим, я знаю очень порядочных милиционеров, да, это люди, и я знаю совершенно непорядочных, там, и тех, и других, да, то есть, получается, хотя все это называется исполнительная, или законодательная, или еще какая бы то ни была власть, я знаю людей, которые находятся в партиях, И я их знаю как исключительно порядочных людей, к примеру, и те же какие-нибудь люди, которые нигде не находятся, просто негодяи. Это люди, это личности. И вот, скажем, если по пальцам руки брать, то все эти, допустим, решения, которые принимает правительство, чиновники, суды, они подчинены тому, что у человека находится в виде идеологии, идеологическая власть. То есть что он читал в детстве, какие сказки слушал, какие он книжки читал, какие он фильмы смотрел, с какими людьми он общался, разговаривал. То есть у него сформировались какие-то, допустим, какие законы существуют, какие правила неписанные существуют в обществе. И в конце концов, каким мировоззрением руководствуется человек, то есть что для него ценно, допустим, вот есть люди, которые никогда не украдут. К примеру, есть люди, которые делают это ежедневно и совершенно не парятся. Вот я приезжаю к председателю колхоза к одному, у него на столе стоят яблоки. Он мне рассказывает, приехал человек, который это производит, и говорит, это мои яблоки, мои кушать нельзя, мои только на продажу. То есть он ему как товарищу своему, как знакомому говорит, что эти яблоки только на продажу, их нельзя кушать, они вредные. А как это допустим, что у человека в качестве мировоззрения? То есть мои дети придут на рынок и купят эти яблоки как привезенные из экологически чистого региона, а они выращены по этим технологиям и кушать их нельзя. Ну вот понимай, да, это мировоззрение уже, это уже никаким законом не урегулируешь. Но надо понимать, что вот есть, допустим, люди, которые могут определять поступки очень больших общностей людей. Они в общество дают те или иные ценности. Условно, пришел Иисус Христос и дал ценность. Возлюби Бога своего, возлюби ближнего, как самого себя. И вот одна эта фраза меняет в жизни миллионов, миллиардов людей, да, скажем. То есть это идеологическая власть, это мировоззренческая власть. То есть одна ценность, которая доведена до многих людей, меняет историю Земли, допустим. В чем мы живем, в каком обществе? То есть получается, вот воля одних людей и воля других людей всегда вот так пирамидально распределяется. То есть есть там некие условные исполнители воли верховной, да, там получается, и через систему. Вот это было, допустим, в Египте. Там система жрецов, система фараонов, там солдат армии, ну и низшего слоя, да. То есть феодальный строй берем, тоже приблизительно такая же структура. Есть высшая власть, там есть низшие люди, исполнители. Есть капитализм тоже самый обычный. Вот уже современный капиталист, да, получается. Кредитные рабы внизу, там государство. То есть, ну это все как раз делегирование воли одних людей, подчинение воли, там, одних, воли других, да. То есть вся эта система построена толпой элитаризме. То есть есть некая элита, которая вправе определять и влиять на мировоззрение, на идеологию, на, там, законодательство и на поведение в конечном итоге других людей. Потому что все, что есть вот в нашем поведении, подчинено каким-то правилам, которые мы сами формируем в том числе. Ну вот на сегодня, получается, механизм формирования правил одними людьми и делегирования другим начинает рушиться. То есть уже просто получается, что мы в Фейсбуке, допустим, собираемся, и на фражеском, как говорят, ресурсе, да, меня тоже обвиняют, что у меня есть в Фейсбуке профиль, ну и что, у меня уже врагов нет. То есть мы объединяем свои какие-то мысли, собираемся, и у нас возникает уже своя субкультура, свои действия. То есть получается, что вот эта пирамида уже кончилась, она уже умерла, просто еще ее, ну нет, ее уже новая система возникает, сообщество, которое самоуправляемым становится. Это как раньше было, да, что знания принадлежали элите, а внизу знаний не было. Но на сегодня, извините, я в интернете найду все. Если мне надо будет собрать, не знаю, там генератор Теслы, наверное, если посидеть месяца два покопаться, может быть, и это удастся сделать благодаря Ютубу. Ну, к примеру, да, я говорю, ну уж по крайней мере сейчас информация любая есть, ее уже не остановить. Вот это тоже система кастового устройства, она всегда была, и нам пытаются рассказать, что люди по кастам разделяются, люди по возможностям разделяются, по, скажем, знаниям своим, и человек может в течение жизни измениться очень и очень много раз. И вот эта система, что если ты родился среди определенного, там, не знаю, социального слоя, то ты туда не вырвешься, это неправда, да, то есть это уже видно, мы знаем, сколько было у нас из крестьян маршалов, из крестьян, сколько было там министров экономики. Поэтому эта система тоже, она не актуальна, она не позволяет циркулировать информацию, она не позволяет, то есть вот эта элитарность образования, элитарность знания, оно сдерживает цивилизацию в развитии. Ну, это тоже механизм управления обществом, тоже уже на этом останавливаться подробнее будем, мы об этом знаем, что есть не только оружие физического уничтожения, есть оружие уничтожения и духовного, и экономического, да, и надо понимать, что вот по всем этим направлениям, да, то есть мы должны вырабатывать свою стратегию. То есть по линии войны у нас есть ядерное оружие, и в принципе так уже, наверное, у нашей цивилизации есть вот эта бесшабашность, да, ну, можем взорвать всю землю, да, к примеру, теоретически, возможности есть, ракеты есть для этого, да, поэтому, наверное, к нам уже не полезут. Ну, а с точки зрения экономики, с точки зрения образования, медицины, идеологии, там, законотворчества, там, истории, там, настоящие, ненастоящие, у каждой малой группы уже все это может быть свое, и своя экономика, и своя история, и свое мировоззрение, и не надо друг с другом воевать, просто, как бы, территориально можно разделяться, в интернете свои сообщества создавать, то есть тоже из этого состояния войны мы уже, с моей точки зрения, выходим. Вот, что было раньше, разделять, стравливать и властвовать, направлять людей туда, подчинять волю людей, воле, куда ты считаешь нужную, вот эта вот задумка, замысел развития человечества, в том, что в конечном итоге есть какая-то элита, а все остальные подчинены ей, вот таким образом достигалось, красные и белые, там, черные и зеленые, через культуру это все навязывалось постоянно, да, то есть каждого из нас настраивали на конкуренцию с детства, мультики, да, вспомните, ну, погоди, да, к примеру, ну, что там, все время противостояния, Том и Джерри и так далее, спорт, который построен на конкуренции, фильмы все, да, то есть нас воспитывают в состоянии противостояния, так скажем, вот, человек плод той культуры, в которой воспитывался и вырос, да, то есть, соответственно, мы погруженные в этот культурный слой, вырастаем с определенными стереотипами поведения, вот человек среди обезьян вырос, вот видите, да, то есть он уже никогда не заговорит, он никогда не станет человеком, соответственно, формировать можно очень такие, ну, большие человеческие процессы, да, то есть вот моделирование человеческих процессов, да, через то, что человечество в определенную культуру погружено, и в этой культуре свои есть правила поведения, и вырастают соответствующие, ну, вот из нас, да, там, допустим, прибыль, 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 самая главная ценность, все ради прибыли, мы же только об этом и говорим, да, то есть деньги, прибыль, деньги, прибыль, мы не хотим ответить себе на вопрос, кто печатает деньги. И можем ли печатать деньги мы сами. Вот если я сейчас, у меня есть реквизит такой очень хороший, я был в Крыму недавно и привез ракушек. То есть если бы я сейчас вышел с ракушкой и сказал, у вас их нету, правильно? Вы не были в Крыму, там вот такие ракушки только у меня. Берите, ребята, ими рассчитывайтесь. Это очень удобное средство платежа. Есть большие ракушки, красненькие, есть маленькие, синенькие. Это условный эквивалент 5000 рублей, это 1000. Очень удобно, да? Но вы будете надо мной смеяться, скажете, с какого перепуга мы твоими ракушками будем рассчитываться. Я скажу, ну как же, у вас же их нету, они есть только у меня. Берите у меня их, берете 10 ракушек, а мне потом 11 будете возвращать. Вы будете надо мной смеяться, скажете, больной человек, как мы тебе взяли 10, а вернем 11. Но когда слово ракушки меняется на слово деньги, доллары, да, сразу сакральность вот этой информации меняется, и слову доллары пришито очень много чего в нашей голове, поэтому совершенно спокойно воспринимаем то, что можно взять 10 ракушек, а отдать надо 11. Понимаете, о чем речь? И прибыль это как раз механизм вот этого, ну, глобального развода. То есть мы получаем сюда в этот зал 100 ракушек, каждый получает по ракушечке и начинают друг с другом торговать с прибылью. Ну, прибыль это так из одной ракушки сделать две, если я правильно понимаю экономику, да. И вот если здесь всего 100 ракушек в этом повещении, больше их нету, и кто-то получил прибыль, допустим, в размере одной ракушки, то скажите, откуда она взялась, правильно? То есть у кого-то ее не станет. Вот и вся экономика, да. А еще, если представить, что тот, у кого не стало этой ракушки, должен занять для продолжения своей деятельности, то сюда еще одну ракушку заносят, но вы должны ее вернуть, и вернуть и ту, которую взяли первоначально. Ну, в общем, понятно, что такой механизм прибыли. Надо просто сбросить шоры и понять, что одни люди присвоили себе право давать другим ракушки, которые у них есть, а у нас их нету, да. Ну, у нас, наверное, тоже есть право свои ракушки выпускать, или вообще без ракушек жить. Ну, как нам информацию дают? Обычно получается целостная истина, наверное, так и мир устроен. Есть нечто целое, есть нечто такое вот идеальное, скажем, с точки зрения мироздания. И чтобы его познать, его надо разделить на части. И вот каждая часть уже не будет идеальной, да, как вот, скажем, ваза, она идеальная и целостная. Мы ее разбиваем, и становится ваза, состоящая из кусков. И вот каждый кусок, он хуже целого, правильно? И вот приблизительно так устроено управление миром. То есть нам одну информацию целостную подменяют ложной, скажем, да, и потом эту ложь мы можем, ну, дробить и множить, да, к примеру, и познать целое, мы вот, как бы, пока мы вот этой в лжи копаемся, не удается. Ну, вот тоже мы спорим очень часто, да, о какой-то ерунде, которую не надо спорить, надо целое постигать. Ну, вот, к примеру, я не знаю, там, пример такой. Мы заходим в супермаркет и видим, ну, наверное, там, 50 сортов молока, да. Вот если бы мы говорили о сущностях, мы бы поняли, что нету 50 сортов молока. Есть абсолютно одинаковые картонные коробки с абсолютно одинаковым химическим составом краски сверху и с абсолютно одинаковым химическим составом внутри, который близко не имеет отношения к молоку. Да, если мы о молоке заговорили, то есть там находится вода, порошок какой-нибудь, может быть, меланин, может быть, пальмовое масло. То есть по химическому составу там молока и близко не лежало. А мы спорим о сущностях, какое молоко лучше. Хотя молоко это корова и четыре вот у нее вот этих вот прибора, из которых течет молоко, да. И сущность у нее может быть только там больше или меньше жира или травяное, там, зерновое вскармливание, экологически чистое вскармливание или нет. Ну, в общем, сами залезли вот в это вот многообразие информации и путаемся в нем, и жизнь тратим на то, чтобы познать ненужные вещи. Ну, вот вопрос, там, пирамида человеческих потребностей масло, да, известная. То есть просто если вот поставить вопрос себе, что вообще нужно человеку, да. Ну, физиология понятна, да. Воды попить, воздуха чистого там вдохнуть, покушать, одеться, там, переместиться на чем-то, куда-то зайти, переночевать, дом, что был, да, там, скажем. А дальше получается, что еще нужно, да, к примеру, там, общаться, безопасность какая-то, любовь, дружба, общение, самореализация в конце концов. Ведь это все можно просчитать, ну, по крайней мере, оговорить и решить, для чего все на этой земле, чтобы одни все время испытывали недостаток во всем, а другие тоже испытывали недостаток во всем, потому что власть и муще, они сейчас хуже нас живут, они бедные не знают, что теперь делать с деньгами, что делать друг с другом, с наездами, что ты заработал, тебе это отжимают. Они еще в большей ситуации находятся плачевные, чем мы. Поэтому вот получается, кризис управления современного в том, что люди пошли, ну, неверной дорогой, не к себе, а вовне, и что-то искать вовне, а не внутри. Вот, мы предлагаем, что сейчас надо переходить просто к другим механизмам человеческих отношений, понять, что мы целостная система, каждый из нас это часть целого, смотрящая на себя глазами других людей, часть единого замысла, и от концепции разделяясь, травливая власть, то переходить к концепции, вдохновляя, объединяясь, созидаясь, здравствуй. Все люди, братья, мир прекрасен, земля, мать наша, да, скажем, польза для всех, а не выгода для избранных. Да, вот сегодня уже звучали слова пользы и выгоды, да, русское слово польза, она подразумевает то, что один может сделать меда много, другой молока, и все вместе поели. А выгода, это значит, один может сделать меда, развести того, кто сделал молоко, отжать у него все ресурсы, получить прибыль, и его сделать рабом в конечном итоге. Ну вот, надо процесс раскладывать на простые. Вот сейчас тоже сегодня звучало очень много о том, что люди не совсем понимают то, что меняется, да, и вот, допустим, не было колеса, и все там таскали на волокушках что-то, а кто-то изобрел колесо, и сразу бах, произошел цивилизационный сдвиг такой, мировоззренческий сдвиг, да. Кто-то раньше считал римскими цифрами, да, попробуйте их там сложить, умножить, а потом пришел кто-то с идей арабских цифр, которые имеют порядковую же сущность, да, и, ну, любого человека можно научить считать, там, делить столбик, умножать, да, там, за три-четыре урока, да, то есть это сразу изменило математику всю, да, и вот на сегодня мы стоим на пороге изменения эры целой, там, такого, наверное, еще не было на планете Земля, когда информация стала доступна для всех, управление стало организовываться в интересах всех, да, и возникает теперь вопрос, что благодаря сотрудничеству, благодаря пониманию целостности мы выходим в состояние удовлетворения, ну, всех потребностей, обретение какой-то совершенно неведанной свободы, которой не было никогда ранее, да, что мы становимся свободными людьми, свободными творцами своей жизни, своего будущего, благодаря, ну, вот такое происходит, с моей точки зрения, изменения на планете Земля, выдающиеся, фундаментальные, радостные, прекрасные, вот пример, допустим, сто лет назад, вот фотография Пятая Веню, только лошади, один-один автомобиль всего есть там, 1900 год, и все ведь наверняка говорили, что это исчадие ада, на этом ездить нельзя, а 1913 уже только автомобиль и одна лошадь, и вот сейчас тоже происходит то, что пока мы вот этот один-единственный автомобиль на Пятой Веню в 1900 году, да, нас мало, нас никто не поймет, над нами смеются или не замечают нас, да, ну, как говорил Махатма Ганди, сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, потом ты побеждаешь, мы вот эта новая модель другого общества будущего, мы ищем, мы не знаем, как поступить, да, но мы, по крайней время на этот путь стали, пытаемся что-то сделать все вместе. Вот я приблизительно хочу показать, ну, и часть вот того будущего технологической составляющего, да, и часть вот именно того, что местные сообщества, локальные сообщества обретут полную независимость с точки зрения, допустим, ну, практически обеспечения всех потребностей человеческих, да, вот энергия локальная, да, это и биогаз, и биоэтанол может быть, и там энергия горения дерева, вот мы там с голландцами общался, один человек из наших ребят московских говорит, у них потребность в, ну, в пилете, да, там, ну, сотнями тысяч тонн исчисляется или тысячами тонн, то есть они хотят на чистой энергии вырабатывать, да, то есть, ну, будущее это чистая энергия, которая не загрязняет мир, там, солнечная, водородная, неважно. Вот, скажем, с точки зрения ближайшего будущего средств передвижения, мы сейчас ездим преимущественно на двигателях внутреннего сгорания, вот в нем где-то три тысячи крутящихся деталей, почти, да, и это все крутится и стирается, ломается, турбина на машине стоит там 50 тысяч рублей какая-нибудь, да, и вот рядом двигатель электрический, вот представляете, допустим, все, что Европа наработала на сегодня, да, там, BMW, там, Audi, там, Porsche, какой-то коробка передач, там, двигатель, вот они старались 30 лет нам их догонять, а зачем нам их догонять, нам надо или купить, или сделать аккумуляторы, нам надо самим намотать эту, вот, у нас есть же технологии двигателей, там, да, к примеру, там, ну, то есть, КПД электродвигателя и КПД вот этого, небо и земля, а аккумуляторы сами видите тенденции, вот телефон там, который был 30 лет назад, вот телефон, который сегодня, и надо понять, что рано или поздно, вот, у меня один знакомый был на конференции, где Греф выступал, и Греф сказал, что уже есть аккумуляторы, которые заряжаются одну минуту, то есть, понимаете, о чем речь, да, Скажем, энергия есть бесплатная, локальные аккумуляторы будут в ближайшее время такие же доступные, легко воспроизводимые. Соответственно, любое сообщество может получить и источники энергии, практически дармовые, и источники движения. Машина, вот Tesla, допустим, на сегодня любой электромобиль, порядка 20 крутящихся деталей. Сравните, к примеру, расход и ресурс одной и другой концепции развития автомобильного транспорта и так далее. Жилье мы можем строить уже сами для себя локально. Раньше наши предки, мы с Виктором Алексеевичем ходили по домику Лермонтова, вот известняк из горы Машук, вот дерево. И люди сделали то, что взято из земли и через года превратится в землю без каких-либо последствий. Мы начали придумать какой-то андулин, еще что-то. В принципе, чистые технологии, опять же, это не навязывание мнения. Если кому-то интересно продолжать бетонные коробки возводить по 100 этажей, продолжают. Потому что как раз в города, вот мои сторонники, мои соратники, я сам, скажем, уже не хотим лезть и с кем-то конкурировать за площадь в городе. То есть есть 3D-принтеры, которые могут печатать жилье для маленьких сообществ. Есть та же технология производства соломенных панелей. Черепицы наши предки раньше сами как-то жгли, а мы сейчас не можем, это, говорят, невозможно, это очень дорого. Ну, мои-то предки как-то делали черепицу сами. В Ставропольском крае полно домов с черепицей, которые 100, там, 150 лет, 200. Как-то же сделали, на чем-то обожгли. Технологии органического производства еды. Понятно все, да, то есть можем взять и очистить землю. Ну, говорят, по стандартам 3 года очищается по европейским землям. У нас еще и много земли осталось чистой, вообще нетронутой. Вырастить нормальные те же овощи, вырастить нормальные те же, там, не знаю, продукты, там, другого вида сельского хозяйства, мы в состоянии. Вот развитие техники самое ближайшее. Уже это есть, уже ездят трактора без человека, автомобили без человека, роботы шьют одежду, роботы делают там какие-то бебель, там, вещи. Там вот эти штучки, квадрокоптеры летают, снимают фильмы, летают, опрыскивают. В принципе, завтра квадрокоптеры будут привозить мне домой на балкон еду, правильно? То есть, в принципе, вот поймите, что происходит, да, то есть уже не надо будет супермаркетов. Это 5-7 лет пройдет, что из какой-то базы в центре, там, не знаю, там, допустим, магнитогорской распределительной, в какой-нибудь адрес, вот такая вот штучка полетит и утром привезет свежайшее молоко, а может быть, даже не с базы, а с фермы непосредственно, правильно? Ну, то есть, это понятно, что вроде как фантазия выглядит, но и когда-то автомобиль выглядел фантазией. Это вот надо понимать эти процессы, что эти процессы необратимы, и если мы вот не выйдем из современной матрицы, мы так в ней оставимся, а вот это все будущее улетит без нас вперед. Вот это 3D-печать, кроссовок, автомобиль, любая мебель, то есть это все возможно. И уже цена на эти принтеры, в принципе, доступная. Принтер, который печатает металлом, 100 тысяч долларов, да, пока это дорого, но на 10 каких-нибудь колхозов это уже реальность. RFID-технологии, то есть, в принципе, любую вещь можно маркировать, и эта вещь обладает теперь уникальным бесконечным объемом информации о ней. То есть на RFID записывается код, и этот код может обладать любой информацией. Ну, в общем, техногенную сторону пропуская, да, что транспорт вот без человека, это уже реальность, open source это реальность, то есть рано или поздно программные продукты возникнут и будут доступны всем. Вот, людей куда девать, да, получается. Вот у нас график зелененький, это количество сельскохозяйственных занятых, ну, работников сельского хозяйства, а красненький – это количество риелторов, и риелторов больше, чем сельского хозяйства, да, и на сегодня, получается, в производительном труде занято намного меньше, на порядке меньше, чем в распределении, да. И вот, я не знаю, времени мало осталось, да, надо проговорить о будущем. Вот, скажем, если брать там Карла Маркса, да, он говорит, что средства производства должны принадлежать пролетариату. Вот средства производства должны принадлежать трудящимся, да, вот по-русски, если говорить, да, пролетариат у нас не совсем правильная ассоциация. Трудящиеся – это все мы, потому что труд бывает не умственный и физический, а управленческий и производительный. И вот те люди, которые могут производить, и те люди, которые могут управлять, создают вот этот вот как раз-таки тот не пролетариат, а тот класс, которому должны принадлежать средства производства и информация, главное. И те люди, которые оценивают качество труда других людей, уже находятся в производительном процессе, в управлении. Поэтому вот там речь дальше собирался вести о безусловном базовом доходе, много о чем, но я хочу суть сейчас изложить, да, что в принципе на сегодня мы находимся в таком состоянии общества, что работать с утра до ночи не надо, это неправильная организация у нас. Если сейчас сесть и правильно организовать просто, ну, человеческие ресурсы, да, то получается, что работать, если обязательно, да, брать обязательный труд производительный, ну, максимум 2-3 часа в день, это максимум, я думаю, а то есть, скорее всего, там 10 минут на человека придется. А опять же, если учитывать, что у каждого человека есть потребность в добровольном труде, в творчестве, да, скорее всего, те люди, которые хотят, вот мы сегодня с человеком разговаривали, который делает мед, я вижу по его глазам, что вот этот человек, накормить его, дать ему 50 тысяч месяцев, там, или 100 тысяч месяцев, безусловно, базу дохода, никуда от своих пчел не уйдет. Он сидит в Башкирии и знает, как выращивать правильных пчел, и вот если, ну, если будем у него брать мед только потому, что я знаю, что у него есть совесть, и этого мне достаточно, значит, никакие мне сертификаты не нужны. И вот таких людей, да, найдется для того, чтобы накормить всех остальных. Вопрос, что вот именно понять, что все остальные, кто не в состоянии что-то производить, или еще не решил для себя, должны быть накормлены, напоены, но как Илья Муранец, они рано или поздно проснутся, если общество даст им все необходимое, они тоже вернут обществу свою, тоже вот эту потребность в творчестве, в труде. Вот, то есть у нас уже не постиндустриальное общество, а постинформационное. Информации настолько много, что неизвестно, что с ней делать, и обработать ее в одиночку или малыми группами уже нереально. Мы должны создать структуры, которые могут работать с информацией на основании совести, развлечения, с пользой для всех. И вот эти структуры мы сейчас будем создавать, то есть вот этот сценарий, который там одни люди пытаются запустить, а это сценарий, который мы будем запускать. Мы хотим жить в прекрасном месте под названием «Земля», быть землянами, и вот все зависит от того, как мы умеем управлять. Вот, если честно, да, скажем, у меня там дальше идет разговор о том, как это все организовать, как создать команды, но просто я это быстро, наверное, делать не буду, у нас же завтра есть время, да, то есть на сегодня, я думаю, теоретическая часть достаточно, то есть я сейчас вкратце скажу, о чем будем говорить завтра. Есть такой проект «Союз мечты, ума, труда и капитала». То есть мечта – это светлое будущее, куда мы все идем, то есть понимание того, как мы должны жить, как было бы неплохо жить, и это, опять же, не навязывание того, что на всей планете Земля будет пойти правильно жить. Нет, это те люди, которые разделяют эти ценности, это вот мечта наша уже, кто к ней присоединяется, да. Ум – это та команда управляется, в которую мы сейчас формируем. То есть мы это, ну, никто, это не структурная организация, просто я, Сергей Грошев, скажем, там, Игорь Штаркин, там, ну, любой человек, который разделяет, я условно говорю, да, любую фамилию, любого человека, который хочет жить не так, как сейчас, да, и для этого готов что-то делать. То есть команда управленцев, которые могут взять, вот технологию у нас там человек предложил, говорит, там, мясное животноводство, интересная технология там, чтобы, ну, отходов не было, да. Там человек предлагает программный продукт, и мы создаем команду управленцев, которая создает для всех какие-то новые решения, новые технологии, выкладывает это все в информационном пространстве, совершенно безоплатно. Если кто хочет профинансировать, через систему фондов, через систему, там, не знаю, поддержки делает, если хочет помочь, ну, своими знаниями, помогает знаниями. Люди, которые готовы трудиться, есть, это и те же самые мои, там, союзы колхозов, и у каждого из вас есть какие-то структуры, да, то есть просто получается, что нужна какая-то, ну, цель общая, какой-то механизм достижения цели, да, люди, которые готовы это делать, и люди, у которых на сегодня есть деньги, которые в этой системе на сегодня, ну, они из нее так сразу не выйдут, да, то есть они эти деньги готовы были бы вложить так, чтобы они попали в надежные и честные руки управленцев, которые вместе для общего блага, ну, эти деньги превратят в построенные дома чистые, в построенные, там, какие-то заводы и фабрики по производству чистой нормальной еды. И, ну, таким образом, мне кажется, мы на сегодня, не меняя существующий строй, можем выйти вот к этому светлому будущему, и я тогда завтра об этом подробно расскажу. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok